Традиционно заседание Думы Читы началось с городского гимна и награждений наиболее трудолюбивых чиновников. После краткой торжественной церемонии последовал часовой отчет господина Ярилова. Подробно рассказывать о его деятельности не станем, в основном это о дифирамбе, проведении конференций и рассказ о координациях со стороны главы города, что неотъемлемо присуще такому творческому человеку, как наш нынешний бургомистр. А еще Евгений Ярилов со всей силы помогал депутатам в их работе. Вот тут-то и началось самое интересное. Скажите, пожалуйста, я еще год назад просил вас развести по времени работу комитета, по времени и по дням. Вы за год не сделали ничего. Когда вы все-таки исполните свои должностные обязаны по возможности депутату работать так, как он должен работать? Спасибо. Ваше обращение оперативнейшим порядком было направлено на Совет Думы, который вправе коллегиально принять это решение. Вы являетесь членом Совета Думы, вы принимали участие в голосовании, и вы прекрасно помните, как проголосовал и первый раз, и второй раз Совет Думы. От вас нужна только подпись, и тогда депутаты смогут исполнять. Многие помнят, как еще три года назад Ярилов предлагал реализовать на территории краевой столицы семь инвестиционных проектов. Сделать в Чите завод по прокату рельсов, завод по синтезу газа и бурого угля, наладить производство крепких алкогольных напитков, запустить фабрику по пошиву школьной одежды, открыть муниципальный комбинат питания, соорудить транзитный терминал временного хранения и организовать производство полимерной добавки для дорожного полотна. Скажите, пожалуйста, что из этих семи инвестпроектов, которые призваны городом Читу сделать центром Занайкарского края, как он и есть на самом деле, что из этого исполнено и в какой стадии находится? Может быть где-то сейчас что-то вот-вот уже начнем. Мы прекрасно понимаем, что для развития нашего города крайне необходимы инвестиции. Но чтобы инвестиции пришли в наш город, необходимо обеспечить целый ряд условий для того, чтобы инвестор пришел сюда со своими деньгами. Когда мы проанализировали ситуацию по Чите, мы честно будем говорить, что, к сожалению, основополагающих моментов для привлечения богатых инвесторов у нас нет. Нет у нас дешевой энергии, нет у нас, к сожалению, избытка дешевой квалифицированной рабочей силы. С логистикой тоже, к сожалению, не все хорошо, потому что что на запад, что на восток – это тысячи километров. Поэтому мы свое внимание акцентировали на внутренних возможностях нашего рынка. Утомительная лекция, которую депутаты прервали из-за регламента выступления, означала одно краткое «нет». Однако господин Ярилов не смог сказать это коротко и ясно. Вместо этого он решил красочно расписать факты того, почему до сих пор ничего из вышеперечисленного не реализовано на территории Читы, а также добавил в своем выступлении, что собственными руками исполнил депутатских наказов на целых 100 миллионов рублей. Коллеги-депутаты сидят на ледняках, многие думают, а каких же 100 миллионов по депутатским наказам нам было исполнено? 100 миллионов, я прямо вообще хочу на ладоши поклопать, что сделано? Именно по депутатским наказам. А причем тут уборка свалок в овраге на улице Олимпийская, вы скажите, строительство троллейбусной линии, вы о чем пишете-то? Это что такое? Это депутатские наказы? Слетать в космос давайте я напишу, а вы его исполните. Вот что я... Вопрос конкретный. А все-таки конкретные депутатские наказы, у кого и какие были исполнены. В общей сложности депутатами было выдано 99 наказов на общую сумму 710 миллионов рублей. По утвержденному Думой положению, на наказы избирателей выделяется 5 миллионов рублей в год. Когда я сказал о том, что на сумму более 100 миллионов рублей, депутаты меня попросили расшифровать. Я свои обещания всегда выполняю. Железобетонная 4, которая попала в программу с 1000 дворов, вы ее впихиваете в депутатские наказы? Вам не кажется, что это, ну, какая-то бессовестная ложь? Разбираться в том, что ложь, а что правда, не позволил, опять же, регламент заседания. На очереди были вопросы по бесчисленным несанкционированным свалкам, которые размножаются с невероятной скоростью по всей чете. Имея дефицитный бюджет, мы не можем выделять потребное количество денежных средств ни на содержание автомобильных дорог, ни на уборку свалок, ни на еще целый ряд вопросов. Поэтому администрация регулярно и очень настойчиво запрашивает финансирование у краевого правительства, в том числе на уборку несанкционированных свалок. Вам не кажется, что 72 или 75 миллионов на стелу, которые мы потратили, может быть, их был смысл решением мощным, таким правильным, жестким, мужским главы сказать, давайте уберем с города все свалки. И все, вопрос бы был решен. И не надо было сейчас тогда плакать, что нам ничего не дают, я ничего не могу и так дальше. Как вы думаете? Ну, во-первых, я мужчина, я не плачу. Во-вторых, я человек православный, когда мне кажется, я крещусь. В-третьих, когда необходимо было установить стелу, я, как глава города, конкретно сказал, стелу нужно установить в память о тех людях, благодаря которым мы 70 с лишним лет прожили под мирным небом над головой. Свалки организовывают, я об этом уже неоднократно говорил, не администрация. Свалки организуют сами горожане. Что мы имеем? Над головой небо, а под ногами мусорные свалки. А еще отчет главы города по итогам деятельности его работы, который нужно либо принять, либо отклонить. После того, как Евгений Ярилов попытался дать ответы на поставленные вопросы, в адрес бургомистра от одного из коллег поступило неожиданное предложение – сложить свои полномочия и оставить пост по собственному желанию. Слушать в течение часа слова о конференциях и совещаниях и так дальше, ну, это не очень, наверное, хороший отчет. От себя лично хочу порекомендовать Ярилу Евгению Витальевичу, может быть, есть смысл ему уйти с этой должности, может, она не для него, написать заявление, поступить, ну, сейчас он опять скажет, я мужчина, так вот поступить, может быть, по-мужски и оставшихся полтора года дать возможность поработать на этой должности какому-либо другому депутату, которых, в принципе, у нас достаточно. Спасибо. Однако были и те, кто встал на сторону докладчика. Несколько депутатов все же вступились за главу, заявив, что его отчет показывает работу всех депутатов Думы. Не принимая этот отчет, считаю, значит, не принимаем мы, коллеги, свою работу, потому что в этом отчете, я бы его не назвал бы отчет главы городского округа, я бы его назвал отчетом работы всей Думы, потому что, первое, глава организовывает нашу работу, и вот с помощью этой организации мы сделали то, что сделали. Поэтому я считаю, что все сделано правильно, отчет, ну, именно принимать нужно, потому что мы принимаем, как сказал уже, свою работу. Спасибо. В результате голосования отчет все-таки приняли. Впереди весь 23-й год и планов по развитию краевой столицы у главы города на словах вагон и маленькая тележка. Только получится ли сдвинуть с места состав, или же все-таки лучше бросить эти вожжи и отдать правление в другие руки? Виктор Соловьев, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ